Итак, всем привет, с вами Сават Машика, и собственно я для вас несколько с опозданием, но все же новости на 18 число 7 месяца 2018 года. Или те, кто не в курсе, несут благую весть. Известна нам дата, когда выйдет наконец-то хранилище Прайма. Оно у нас выйдет, как я и предполагал, на следующей неделе, 24 июля, то есть во вторник. Там у нас будут находиться, впервые будут открываться Никс, Хика и Сцинда Праймы, и ей компанию составит также Ринна Праймс и Болтером и Анкеросом Праймами. На этот раз у нас будут такие наборы, в частности будет двойной набор, где называется Мозги и Мускул, там будет вообще все продаваться, как оружие, так и аксессуары, глифы и 1200 плотина сверху, видимо, чтобы накрутить стоимость. Также будут продаваться отдельные наборы Никс и Рина, то есть отдельно с Никсапами, с оружием и аксессуарами, и отдельно Рина с оружием и аксессуарами, все это будет также с глифами и 400 плотки сверху вам насыпят. Впервые же отличается это хранилище тем, что можно будет купить отдельные наборы с аксессуарами, В частности, униксы, там насыпят на 200 платины, набор брони и таргис прайм, и также дадут вала сугатра прайм Но при этом глифа туда не входит, поэтому если хотите глиф, то вам придется купить набор уже покруче Если вы думаете, Риноча покупатель нет, то у него тоже будет 200 платки, нору прайм сандана и дистиллирующий экстрактор прайм И впервые мы будем иметь возможность купить чертежный, этот экстрактор праймовский По-моему, такого не было, неизвестно, будет ли он наградзовый или нет, но я предположу, что да, будет наградзовый И глиф тут также не прилагается Цены, скорее всего, будут известны точно уже 24-го, когда эти все хранилища откроются, можно будет купить Скорее всего, по моему предположению, может быть, будет 110 долларов набор аксессуаров Но кто знает, может быть, разрабы нас удивят в ту или иную сторону При этом обратите внимание, люди, которые у нас на поечке, потому что сами хранилища открытия, опять-таки, довольно странные То есть, Америка это 24-е июля, Европа 25-е, Азия 25-е, Япония 26-е Ну, как бы, скорее всего, это для всех, но кто знает Более-менее равномерно должно все это дело выйти Я бы сказал, где-то в 21.0 по МСК, но кто знает, кто знает Так, ну, это одно дело, но если вы никак не дождетесь возможности потратить ваши денежки в непонятно куда То не разочаровывайтесь, потому что возможность у вас придет намного раньше, чем вы думали Скорее всего, на этой неделе выйдет Теноген раунд 13 Об этом судит, во-первых, Ребекка, потому что она внезапно запостила то, что Теноген выйдет очень скоро И приложила скриншотики, собственно, из игры Потом некоторые художники, собственно, из Теногена тоже начали прилагать свои работы И также активность на форуме разрабов на этот раз проявилась именно в отделе Теногена Так что, кто знает, возможно, на этой неделе мы увидим и Теноген новый Как вы помните, я говорил, что на этой неделе она точно стоит ожидать То, что выйдет хотфикс вместе с перепрохождением омбридчек и минимум И было бы логично запихать ту Теноген, пока все ждут возможности потратить денежку Полный перечень работ на форуме, но если я правильно помню Наши друзья из Warfemin's Red Russia сделали полный перевод и так далее Поэтому можете к ним тоже заглянуть в гости Ну и, собственно, говоря про Ребекку, она интересный комментарий тоже сделала Под работой Шелли, довольно тесненькая такая работа, как оператор в зимней куртке В пальтишке идет на Венере И, собственно, Шелли написала, что было бы неплохо, если были бы такие Теноген Вернее, не Теноген, а просто костюмы операторов И Ребекка сказала, что это обязательно Поэтому, возможно, мы увидим костюмы операторов, припособленные для холодного климата Что было довольно неплохо Потому что текущие костюмы мне устраивают, но не совсем Также по твитам Стива я немного прошелся Он стал все меньше и меньше твитит, но из того, что он затвитал Мы можем понять то, что хуэрборды тоже будут модулярными Как, в частности, Зоо и как эти самые Китганы То есть оружие, которое можно будет собирать на Венере у Солярис Юнайтед Так что хуэрборды, видимо, можно будет менять различные запчасти Чтоб так или иначе он себя ввел При этом, также Стив подтвердил, что есть планы на совершение ремастера кораблей корпусов В плане графическом То есть, насколько вы помните, раньше Стив тоже заявлял, что все эти корабли и так далее Будут заменены старой текстуры на новые В частности, материалы и так далее Возможно, еще что-нибудь сделать, например, освещение и так далее Ну, в частности, людям очень понравилось То, как сделали ребята на ШДЕ демку с РЛДжеком Когда надо было там вторгаться на корабль И графоней там был очень классный Мало того, что локация была совершенно новой, так она еще отлично вписывалась Поэтому, кто знает, что мы там еще увидим Также по новостям я могу вас поздравить с возможностью получения некой халявы Потому что Reddit PowerFM набрал больше 200 тысяч подписчиков на своем субредите, собственно И это довольно неплохо И за счет этого всего дела у нас разрабы Примерно не разрабы, может, разрабы имели участие, но не знаю В любом случае люди на Reddit решили устроить раздачу Суть в том, что надо зайти в соответствующую тему И на английском написать, почему вам нравится варф И как долго вы уже играете При этом из комментариев победителя выберут рандомно Из разыгрываемого... Вернее, три штуки прям доступа Лимбача будут разыгрывать Еще будут разыгрывать два набора платки по 500 Будут разыгрывать пять платки по 200 Ну и, соответственно, еще десять наборов по 100 платки При этом время у вас написать все это дело Насколько я понял, до 31 июля 0.655 по МСК Поэтому желательно не оттягивать Потому что, вы знаете, я могу и налажаться времени Но суть в том, что времени пока еще предостаточно Можете собраться с мыслями и написать Какой отчет вообще играть в эту игру И как долго вы это делаете Ну и так уж вышло, что иногда в новости Просачивается информация, касающаяся меня И кто был на моем последнем строме Возможно, уже догадывается, что я сейчас буду рассказывать Но пришла благая весть от разрабов В прямом смысле слова Прямо мою реальную жизнь Буквально вчера я открываю Оказывается, у меня конвертик пришел А ДЕ прямо из Канады И оно было больше как сорта приветствия И поздравления с принятием в программу партнерства Что несколько затянулось Вроде как я давно должен был это получить Но все-таки из Канады Перелетел письмецу и так далее И, собственно, в этом письме Прилагается само письмо Типа, вот как классно, что мы можем звать вас Тэн Нам повезло, что мы вас нашли и так далее Также был стикер с глифом партнеров Я его прикрепил на микрофон Потому что я не знаю, ну что еще прикрепить Также завезли три кода на платку Каждый код, он 177 платный И там по коду на ПК На плойку и на Иксбокс И также еще дали мне доечники Код на глиф чашку Потому что саму чашку они не смогли привезти Мол, там какие-то проблемы с таможней и так далее В итоге дали мне кодик на глиф чашку Собственно, вот он Довольно неплохо выглядит Плюс я честно скажу Я таких глиф еще не видел И буду некоторыми даже носить Но не эксклюзивно для партнеров Поэтому если вы мечтаете себе такую достать То извините Ну и довольно неплохо Такой, надо сказать, что в наше время Цифропохи и так далее Было бы логично для ДЕ Все это выставить в цифровом режиме Но то, что они послали конверты И пришли через все проблемы Чтобы это письмецо дошло до меня в реале Это довольно трогательно, я бы сказал Но, че знать За 7, у меня для вас новостей больше нет Поэтому мы уже ждем Может быть, хотфикс-то на генов Выйдет сегодня-завтра По крайней мере, я так думаю И напоминаю, что прайм тайма На этой неделе не будет И следующий ивент, который мы будем ждать Это, собственно, уже Девстрим Который будет в пятницу 21.00 по МСК Ну, а за 7 все Как обычно Спасибо за внимание Извините за небольшую задержечку Но так-то все Поэтому всем всего Всем удачи И всем пока Редактор субтитров А.Семкин